Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 мая. И вот сейчас такие скачки погоды. Я вот утром вышла, был мороз, минус один, по-моему, было. Потом, чуть позже утра, вроде потеплело, вышло солнце. Мне пришлось даже открывать теплицы и тоннели, стало жарко. Но пройдясь по теплице, я увидела, вы, вероятно, сегодня заметили, что у меня все вот эти вот, все томаты приобрели такой фиолетовый оттеночек, которые даже раньше были зелеными, потому что все-таки минусовая температура ночью, и нам приходится, хотя здесь есть инфракрасный обогреватель, я говорила, но нам сегодня пришлось разделить тепло еще с той не обогреваемой теплицы, где, помните, я сказала, что у меня там стоит, ну и остатки, и там рассада, которая на более поздние сроки, в открытый грунт. И вот мне пришлось полночи включать туда, полночи сюда. И вот за эти полночи, которые она стояла совсем без отопления, они все сделались такими фиолетовыми, но меня это не пугает. Но начинающие огородники, конечно, в такую погоду, такая погода у многих, вот пишут все, у кого-то мороз, у кого-то снег, у кого-то вообще там, бог знает что, пишут, акопальный апокалипсис. И вот в такую погоду, зайдя в теплицу, мы уже подсознательно ждем чего-то неприятного. Ну, в смысле, боимся, что что-то случилось. И сейчас уже такие начали сообщения приходить, что делать? У меня опадают томатные цветы. Ну, то есть томаты зацвели, и раз видят, люди валяются, эти цветочки томатные. Вот видите, что сегодня случилось с моими томатами? Они, видно, что перенесли, вероятно, очень низкую температуру. Я не скажу, что они подмерзли или что, но по этим, по синим фиолетовым макушкам я вижу, что пришлось сегодня не сладко. И вот, увидев вот эти опавшие цветочки, некоторые сразу впадают в панику, что, вероятно, это не происходит опыление, и вот они или от холода, или от чего-то погибают. Но давайте рассмотрим все варианты. Не нужно сразу только негативную сторону смотреть. Мы сейчас пройдем туда, где у меня цветут массово самые первые. Я сегодня прошла специально, тоже увидела опавший цветок. И сейчас скажу вам, что это не всегда плохо, что у вас, вы видите, валяются опавшие томатные цветы. Иногда бывает это очень хорошо. Вот мы сейчас зашли в тот район, где видите, сколько цветов. Это уже верхние кисти, а внизу там сколько под ними. И вот томаты цветут. Несмотря на то, что там вот тем первым, помните, я показала, им холодно, а не фиолетовые. Вот этим томатам вообще ничего не сдалось. Это у меня для раннего урожая. Это ранние спелые. И вот именно здесь, где он есть-то. А, вот он. Именно здесь я увидела опавший вот этот цветок томатный. Увидели вы томатный опавший цветок. Видно же, откуда он упал. Перед тем, как паниковать и расстраиваться, вы разберитесь, откуда он упал. Я вот посмотрев, откуда он упал, я и не думала, конечно, расстраиваться, но я вот вам сейчас покажу. Посмотрев, откуда он упал, я увидела, что он отвалился, просто потому что завязался. Он опылился, завязался, и он уже не нужен там. Посмотрим сейчас еще один. Я говорю, что вот мы же видим, видим мои вот эти верхние кисти, а те, которые зацветали в самую первую очередь еще до похолоданий, они, вот видите, вот завязший цветочек, я могу вам сейчас показать. Он сейчас отвалится, и под ним, вон она, она, уже находится вот эта завязь, маленький плодик помидорка. Зря я принудительно сорвала, там еще какой-то хоботок торчит, она еще не до конца отсохла, но я просто, чтобы вас успокоить, вот скоро опадет тоже. И если у вас валяются, вот они, конечно, они будут, они опадут, они будут валяться цветы, но это цветы, которые полностью уже выполнили свою роль, которые опылились, завязались, и как ненужный элемент растение их начинает сбрасывать. Так что, несмотря на то, что холодно, и таких кустов у меня много, я вот сегодня специально после комментариев, ну, написали люди, что опадают, все. Это вот у нас тот вариант, который благополучный. Но могут опадать цветы томатные и не потому, что завязались, а потому что, наоборот, не опылились, не завязались. И тут другая ситуация. Как отличить, когда они опадают хорошо, когда они опадают плохо? Обычно, если томат, цветок не опылился, он вот, смотрите, вот цветет он, цветочек, он не опылился, цветочек засохнет, засохнет весь, и у него начинает вот здесь вот обычно желтеть вот эта ножка, и когда опадает не опылившийся и не завязавшийся цветок, он опадает вместе вот с этим, с чашель-листиками вот зелеными. Так что, смотрите, если вы видите одни желтые цветочки безо всего, значит, они уже свое отработали, завязался плод, цветок опал. Если вы видите полностью цветок вот с этой штучкой, с зелеными, и еще даже часть ножки пожелтевшей, обычно она вот здесь желтеет, отсыхает и отваливается, ну, значит, он не завязался. Значит, это вам первый звонок, первый сигнал к тому, что нужно сделать обработку или янтарной кислотой, или борной кислотой, или макбором, как раз ту, о которой я говорила. Я вот сегодня рано утром сделала это опрыскивание. Я сняла, как я разводила все, я все это выложу, просто видео не все успеваю выкладывать. И если у вас есть возможность, вот тут раз хотела, помните, вечером, когда сделать, было очень холодно у нас, я не стала вечером опрыскивать, побоялась, что томатам будет плохо, но сегодня утром выбрала время и сделала опрыскивание, потому что у нас ничего не меняется, также двери не открыты, ничего не проветривается, и я боюсь, что будет мало завязи. Я сделала опрыскивание, обо всем расскажу. Будет видео специально про обработку, вот про опрыскивание, а это сейчас я просто рассказала вам, что опавшие цветы не всегда признак чего-то плохого. Вот видите, вот она, ой, вот она, ой, где она есть-то? Видите, маленькая вот яблочко висит? Вот, все, это уже они завязались, наливаются первые помидорки, ясно, что, вот тоже отцвел, ясно, что они будут сейчас опадать, и на полу мы увидим желтые цветочки, но цветочки эти разные, какие-то не завязались, опадают, а какие-то полноценная зависть, и цветы опадают, все, до свидания. Так что не волнуйтесь увидеть цветы, сначала разберитесь, по-хорошему они падают или по-плохому. Все, до свидания.